Да вы что? Поприветствуем маму. Рада была? Пожалуйста. Конечно, это немножко нотен, что ни разу я не была в этом парке. И вообще о Шкелон тоже знаю, только приезжаем в гости к Аллочке. И мне дали такое задание рассказать об Шкелоне. Конечно, я даже не задавайте вопрос о Шкелонцам, а знают ли они историю моего города? Чтобы, живя здесь, насколько вы уведомлены ценностью того места, где вы живете. И благодаря поискам и предметам и несущему интернету я нашла материалы и удивилась, что настолько мы не знаем, почему называют эту землю святой землей. Почему все другие, никто не живут здесь, стремятся и когда слышат, вот мы были на форумах и слышали из Израиля, ой, из Израиля. У всех какой-то есть внутренний трепет в отношении этой страны, этой земли. И нам действительно нужно больше... Вот мы делали искусству в эти бренды, мы узнали много интересного. Нам надо больше путешествовать по нашей стране, знакомиться с людьми. Мы могли с кем-то потом поделиться, действительно, чтобы когда говорили Валду из Израиля, Казахстан, мы могли имели что рассказать. Ну, да, а сейчас я хочу немножко об истории Ашкелона. И, как говорится, история Ашкелона – это проект и история всей этой маленькой страны. И если мы надеемся, что будет на этой земле мир, то это на практике мы берем, потому что за эту землю боролись с момента ее, наверное, в одну стране. Вот она настолько ценна для всего мира, что за нее всегда боролись и пытались ее завоевать. И история Ашкелона наглядный тому пример. Этот город – один из древнейших городов мира, потому что упоминания о нем уже возникли в 2000 лет до нашей эры. И это был большой город, окруженный мощными стенами. Город был настолько велик для той эпохи, что поздние крестоносцы построили свою крепость на остатках его стен. Ход истории города определялся морским положением и расположением на пересечении старинных торговых маршрутов. Ну, естественно, мы видим, что это берег моря Средиземного, и это, как говорится, пути с Востока, в Европу. Были такие очень известные люди торговые, которые получили свои названия. Виамарис – приморский торговый маршрут, который вел из Египта и Африки в страну Хетов, а затем в Грецию и Рим. Из Ашкелона можно было свернуть на Беорегия – торговый путь, который вел из Египта Павелон и Парфианское царство. В районе Ашкелона выходил на побережье Средиземного моря путь благовоний, который вел в Южную Аравию. В районе Ашкелона выходила на побережье Средиземного моря и капотная дорога специй, по которой караванами через Перу, на Батею шли товары через Эйлад или порты Йемена к индийскому отряду через Бомбей в Индии на остров Куряности. Поэтому вы никогда не задумывались, почему Ашкелон – хори, такие куклы в этом слове. Есть там шин, кук и ламы. Шики – вот эту связь торговли и отражается на звании города. По этой же причине ни один завоеватель на протяжении бурной истории Ближнего Востока не миновал этот город. Первое письменное упоминание о Ашкелоне относится приблизительно к 2000 году до нашей эры. В районе храмов Карнаки, Египет, найдены осколки кувшинов с названием Ашкелона. Это был своего рода сорт черной магии. Когда на арии изделиях изображали или писали лики или имена врагов, потом разбивали, таким образом они выполняли ритуал, который как бы убирал силу у врага. Считалось, что это способно нанести ущерб неугодному лицу. Ашкелон был самым старым и самым крупным морским фортом в древнем Ханаане. Археологические раскопки, начатые в 1985 году во главе с Лоренсом Саджером из Гарвардского университета, обнаружили приблизительно 16 метров культурных наслоений последовательно периодов Ханаанского, Феникийского, Илинского, Римского, Византийского, Исламского и Христоносцев. Представляете, на чем мы здесь сейчас стоим? Мы даже не знаем, что под этой... Да, вот этот центр, кстати, парк, это центр древнего Ашкелона. Сравнение находок из раскопок аварий со столицей Гинсосов, завоевавших Египет и Ашкелона, дает основание утверждать, что гинсосы были из Ашкелона. Вот сейчас немножечко как бы по каждому из этих периодов маленькие зарисовки, что собой представляли эти периоды в истории Ашкелона. Хананейский период. Это было с 2000 по 1150 год до нашей эры. Здесь жили Хананеи. В самых старых слоях раскопок нашли могилы жителей до Феникийского Ханаана. Город был первоначально построен на обнажении слоев песчаника и имел хорошее подземное водоснабжение. И даже сейчас в Ашкелоне очень много подземных источников оттуда брали воду. И, ну, к сожалению, сейчас подводные источники уже почти исчерпаны. Но, несмотря на это, называют Ашкелон самый зеленый город вот здесь на юге. Насколько это так, мы должны будем убедиться, погуляв по этому парку, а кто живет, тот может сказать, насколько это соответствует действительности. Это был относительно большой город до тех времен, с 15 тысячами швизелей, окруженный глиняными валами 2400 км длиной. Сооруженный около 1550 года до нашей эры вал имел высоту 15 метров с 40 градусов наплоном по внешней линии и толщину в основании 21 метр. Это была просто крепость, которая могла противостоять захватчикам. Ашкелон процветал в течение бронзового века. Наверху вот эти валы наполняла сердцовая стена самыми древними в мире арочными воротами. Вот, к сожалению, я не сориентируюсь. Самые эти ворота, они находятся где въезд. Где въезд, да. И правее там вот эти въездки. Надо будет, когда будем выезжать, пойти, потому что это действительно остатки сохранились на высоту 3 метра 60 сантиметров, а ширина составляет около 2,5 метров. Что позволяло колесницам проезжать в эти ворота. По бокам ворота храняли две башни, тоже из сердцового кирпича, сохранившиеся на высоту 6 метров. Толщина стен была настолько велика, что кирпичные ворота бронзового века потом облицовали камнем, отштукатурили, и подобно туннелю с цилиндрическим ходом они поддерживали структуру стены. Это самый старый когда-либо найденный арочный свод в мире. Почувствуйте свою эксклюзию. Волы бронзового века были настолько просторны, что более поздние римские исламские укрепления, облицованные камнем, стояли на них как основание, образуя обширный полукруг, защищавший ашкевон суши. Ну а со стороны моря город был защищен высоким отвертным обрывом. Сейчас есть? Да. Здесь да. Здесь да. Ну вот. Ну вот этого парка. Первым из египетских военачальников, вторгшимся в Ханаан с карательной экспедицией против Кингсонесосов, был Яхмас 1. После трехлетней осады, разрушивший до основания, он разрушил до основания город поблизости Шакурен, а вот Ашкелон он до самой них не смог взять. Возле следующая завоевательная экспедиция Яхмаса достигла фенекистского города Акедема. И хотя походы носили не столько завоевательный, сколько карательный характер, но каких-либо сверх в отношении жителей Ашкелона надписи его времен не сообщают. Но поскольку миновать город его армия никак не могла, вот предполагают историки, что этот завоеватель Яхмас не смог взять город, и он как бы достиг компромисс с жителями Ашкелона. Тут побывал, и тут Мас Третий Великий, Рамзес Второй Великий, и куча известных всему миру. Следующий период это пелестимский период. Это с 1150 года до нашей эры до 604 года до нашей эры. Здесь жили пелестимляне. После завоевания, трудно выговорить этого военачальника, Диглат-Паласаром, Ашкелон вошел в сферу интересов Междуречья. И воспользовавшись сменой власти Междуречья государства Сирии, Киутии и Палестины, при поддержке Египта образовали союз против Сирии, в котором участвовал и Ашкелон, и иудейский царь из Икея. С 701 года до нашей эры сирийский царь организовал старательный поход царя Валентинов и Ириф. И многие из участников коалиции, включая царя Ашкелона Медсини, царя Омона Мудель, царь Муав, царь Эдом, начали за благо покориться и принести дань. А вот царь Ашкелона Титка, он не пожелал склониться и не отдал дань этому завоевателю. В аналог, который хранится в Британском музее, было записано послание этого царя Ашкелона, что я цитку, царь Аскелона, что не склонился подъехать.